Горло там неприятное, нос заложен, температура, голова болит. Уже мышцы от кашля болели. Эти типичные симптомы вирусной инфекции сейчас знакомы многим. У Саши болезнь уже отступила. А вот родители годовалого Матвея с такой высокой температурой у своего малыша столкнулись впервые. Больше всего, что волнует родители и волнует нас, это длительная температура выше 38-39 градусов. Это интоксикация, это слабость. Если это дети до трех лет, температура выше 39 градусов более трех дней – это уже повод обязательно вызвать врача на дом. И чтобы доктор обязательно посмотрел, послушал и оценил тяжесть состояния ребенка. Врача решили не дожидаться. Сразу пришли на прием и правильно сделали. За последнюю неделю количество вызовов на дом увеличилось на 65%. В Московской области введен противоэпидемиологический режим. Мы увеличили количество коек в инфекционном отделении на 10 для того, чтобы дети с тяжелыми инфекциями, с тяжело протекающими, с лихорадкой, с пневмониями, сразу были госпитализированы. И хватало необходимое количество мест, чтобы они находились в палатах, а не в коридорах и не ждали очереди для госпитализации. Мы увеличили штат сотрудников поликлиники и амбулатории. Работают без выходных в две смены – тысячи вызовов в день. Выделены дополнительные машины. Усугубляют ситуацию и обильные снегопады. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют по возможности самим приезжать на прием в поликлинику. С 8 до 8 здесь работают три кабинета для заболевших малышей. Остальным следует максимально ограничить контакты. Мой личный совет. Никаких театров, никаких мероприятий. Необходимо посидеть дома. Необходимо ограничить ребенка от какого-то контакта. Это, конечно, прогулки. Тем не менее, прогулки никто не отменял. И ребенок должен обязательно гулять на свежем воздухе. Это должна быть одежда, которая соответствует нашей погоде. Хороший иммунитет справится с вирусами сам. Во многом помогают и прививки. С ними дети болеют и реже, и легче, говорят врачи. Но главная рекомендация – сохранять спокойствие, запастись терпением и строго выполнять рекомендации врачей. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...